Сатнам, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о том, почему наш тренинг, наш процесс калибровки своей личности, становление своего духовного хребта, позвоночника, калибра своего характера и личности длится 11 месяцев. Меня многие спрашивают, почему так долго, почему другие школы можно это пройти за 5-6-7 месяцев и так далее. Ну, во-первых, потому что это красиво. 11 — это число гуру. И мы стараемся использовать вот эту подсказку, магию, цифры, магию, нумерологии в том, что мы делаем в нашей школе. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку я сама проходила опыт короткого достаточно тренинга учителей, он был, полгода длился, и наблюдала много за результатами людей, которые проходили вместе со мной тренинги, проходили в других школах, за состоянием, эмоциональным состоянием, энергетическим состоянием, психологическим состоянием. И наблюдала и размышляла, как сделать этот процесс менее экстремальным. Потому что действительно, когда мы сокращаем время, которое нужно нашей психике для того, чтобы изменить свои паттерны, изменить свой гомеостаз, выйти из одной зоны комфорта, в зону дискомфорта, в зону вызова, испытаний, своей воли, своей дисциплины, и сделать эту зону дискомфорта, опять зоной комфорта, для того, чтобы перешли качественно на другой уровень энергии, опять-таки силы воли, дисциплины, такого личностного восприятия и влияния на своё поле, на свою ситуацию, нужно время. Нашей психике вообще нужно не менее 9 месяцев, столько же, сколько человеческому эбриону в животике у мамы, чтобы стать уже таким готовым человечком. Нашей психике тоже нужно 9 месяцев для того, чтобы перестроить некоторые процессы. Процессы восприятия, процессы осознания, процессы эмоционального реагирования и процессы действия, процессы ментального проектирования своего будущего и своего настоящего. Да, это нужно время. Также время нужно всей нашей системе на то, чтобы адаптироваться под мощные энергии кундалини. И наш процесс 11-месячный, а это примерно 333 дня, что также является некой магией, некой подсказкой и поддержкой Гуру, поскольку, как я и говорила, 11 — это число Гуру, и там, где мы видим эти единицы или 2-2-2-3-3-3. И в этом есть нечто, что указывает нам на правильность нашего пути и поддержку, традиции поддержку золотой цепи. Так вот, я хочу вам рассказать, через какие этапы вы проходите в нашем длительном процессе. И когда мы начинаем, когда мы запускаем эту ракету трансформации на первом модуле, у многих из вас это будет через неделю, 11 мая, опять-таки, 11 — это число Гуру, 5 — это число Учителя, и это Акшая Трити, это волшебный день для начала закладки нового фундамента, новой осознанной, процветающей жизни, жизнереализованного, осознанного человека. Так вот, когда мы запускаем наш космический корабль на первых двух-трёх модулях, вы чувствуете необычайное расширение, вы находитесь в зоне эйфории от того, что происходит с вами, от того, насколько глубоко вы можете понимать жизнь, Вселенную, ваше место в жизни. Вас просто штырит, прёт от того, что, блин, как же это круто, иметь каждый день эту поддержку, эту практику. Какие люди вокруг вас? Боже мой, это какая-то новая духовная семья, это новый круг друзей. Вас спрёт от энергии, которая у вас просто зашкаливает. И всё, и вам кажется, что вообще весь мир вам улыбается, и ветер надувает ваши паруса. Так происходит первые 3-4 месяца. Это этап влюблённости, себя в практике, в практику, в то, что происходит. А потом вы попадаете в такую сумеречную зону, которая длится 3-4, некоторых 5 месяцев. Когда, как вы в влюблённости, да, вот влюблённость прошла, начинается этап притирки, когда вы с вашим новым уровнем осознания, с новым уровнем честности с собой, да, когда вы уже не можете находиться в отношениях, где вами манипулируют, или вы сами уже не можете манипулировать, потому что вы всё это видите, вы начинаете замечать то, что раньше не замечали. Вы уже не можете сказать да, когда вам внутри хочется сказать нет. Вы не соглашаетесь на то, что раньше соглашались. и так далее, и так далее. Жизнь начинает немножечко, вы выходите из той самой зоны комфорта, которая, может быть, для вас и не является зоной комфорта, но вы в этом привыкли, в этом каком-то, может быть, у кого-то таком болото, у кого-то всё хорошо, жизнь прекрасная поляна. Но всё начинает вокруг меняться, что-то рушится, какие-то концепции рушатся, какие-то отношения рушатся. У кого-то, может быть, внезапно увольняют с работы, которую, кстати, давно не любил и хотел сменить, но как-то страшно же. А тут, когда ты начинаешь быть честным с собой и честным со Вселенной и говорить внутри себя, да, мне надоело, я хочу заниматься совсем другим, меня вдохновляет совсем другое, и вдруг неожиданно начальник говорит, ой, извини, у нас сокращение, блин, как же так случилось? И всё вам кажется, что мир рушится, и вам кажется, что всё это происходит из-за того, что вы практикуете кундалини и йогу. И вот тут вы начинаете заходить в этап, когда вы начинаете обесценивать себя, обесценивать практику, говорить сами себе, что, блин, это нифига не работает, всё становится только хуже, и как же так? А вообще, где обещанный золотой дождь? А я уже три месяца честно практикую, а почему мне ещё не насыпали в ладони золотых дукатов, и на карту не упал миллион, и мне не предложили ещё самую прекрасную работу? И так далее. Но вы вступаете в этап, когда вам нужно быть вообще предельно честным с собой и осознавать, что вы сделали эту заявку на силу, придя в тренинг, вы согласились с тем, что вы хотите стать собой. И поэтому жизнь будет вам показывать и зеркалить, где вы, это не вы. Где то, что вас окружает, это не то, что помогает вам расти и стать собой. И так далее. И этот этап, он длится, может быть, до седьмого месяца, до восьмого. И тут необычайно важна поддержка гуру, поддержка вашей малой группы, поддержка большой группы. Потому что мы все неравномерно заходим в этот этап. У кого-то начинается период вообще роста. Потому что мы все, заходя в тренинг, мы на самом деле находимся на разной точке карты нашего пути. Кто-то в предыдущих инкарнациях или по роду была наработана такая хорошая карма, что у кого-то действительно все начинает идти в бурный рост. Без каких-то ушибленных, содранных коленок и без каких-то, в кавычках, потерь. Потерь того, что уже не служит. И кто-то прям вот кайфует, кайфует, кайфует и продолжает кайфовать в тренинге, каждый день тренинга. У кого-то идет так называемый спад, но это не спад. Это просто, знаете, так немножко отойти, сделать шаг назад для того, чтобы понять, куда вы действительно хотите прийти. И вот в этот момент у тех, у кого спад, их поддерживают те, у кого сейчас рост. Это, знаете, так как синусоиды с косинусоидой в противофазе. У тех, у кого минус, у кого-то есть плюс, у кого-то минус, плюс. И вы друг другу даете поддержку и еще мощнее растете. И представляете, если бы в этот момент тренинг закончился. Кто-то ушел бы из тренинга с сертификатом, все как положено, золотая печать. Кто-то ушел бы на подъеме, на таком, знаете, прям вау, хочется вообще лететь и покорять, бороздить просторы Вселенной. А кто-то ушел бы с тренинга, может быть, даже без сертификата, потому что плюнул бы и забил бы на это все. Ушел бы в момент спада, в момент, когда кажется, что почва уходит из-под ног. Когда все какие-то устои, паттерны, на которых вы строили свою жизнь, вы понимали, что вам некомфортно, вы понимали, что вы живете какую-то не свою жизнь. Ну, блин, ну это же так страшно, уйти вот с этого шаткого островка, шагнуть в неизвестность. А тут у вас все в этой неизвестности поддерживает. И тут у нас начинается заключительный этап тренинга, 8, 9, 10, 11 месяц. Когда вы начинаете буквально пересобирать себя, вот эта точка сборки, она у вас встает на то место, которое позволяет вам, как говорил Дон Хуан, учение Дона Хуана у Карлоса Кстанида, вот эта точка сборки, которая собирает ваш мир, она перестраивается на то место, когда вы можете пересобрать свой мир уже под себя, под вашу истинную вибрацию. Потому что к 8, 9, 10 месяцу вы начинаете, наконец, излучать на вашей истинной частоте. И к вам начинают притягиваться уже те обстоятельства, те ситуации, те люди, знаки, литература, информация и так далее, та, которая соответствует вам, задачам вашей души. И в этот момент вот кристаллизуется ваше настоящее Я. И поэтому к 11 месяцу вы уже знаете, как вот бабочка из куколки, из личинки, да, которая, наконец, вылупляется, у которой появляются крылья, крылья вашей души раскрываются, и вы можете уже взлететь, не обжёгши крылья и не упав, не потому что у вас слабые крылья, а вы уже готовы мастера своей жизни, вы можете осознавать себя. Потому что пройти тренинг, получить сертификат – это не главное. Вот получить сертификат может каждый, да, каждый там заучка, который привык учиться или там дисциплинированно проходить, и всё, ну, прошёл, потом сдал экзамен, написал, прочитал учебник, написал экзамен, получил сертификат. Но не это ведёт к вам людей. Людей к вам приведёт количество ваших личных проработок. Когда вы внутри себя сделали этот путь от не себя к себе настоящему. И такие люди всегда притягательны, потому что ваша степень свободы, степень восприятия, количество энергии становится такими манкими, такими привлекательными для других людей, что люди хотят узнать, блин, а как же стать таким же, вот как стать таким свободным, таким осознающим, таким текучим, таким как бы встроенным в пространство. И люди начинают к вам приходить, как ученики, как ученики, как друзья, как партнёры, как коллеги, как клиенты, как ваши покупатели и так далее. И на это нужно время. Я знаю, что из моего потока тренинга учителей, это 2011 год, поток был больше 120 человек. Учат человек 15-20, может быть, 10%. Многие сломались, многие просто восстанавливались после этого тренинга учителей, восстанавливали свою психику, свою вот эту психологическую, как сказать, такую целостность, потому что так всё шло быстро, так всё шло ёмко, так энергетически наполнено, потому что это было живьём, это было три блока по шесть дней. В течение вот этих там пяти-шести месяцев, каждые два или три месяца мы встречались на шесть дней. И в течение шести дней это была какая-то, ну, как центрифуга, как стирка в центрифуге на большой скорости. Мы даже не успевали осознать, что с нами происходит. И потом, как из пушки, вылетали в нашу обычную жизнь, в социум, плюхались на огромном, так сказать, знаете, это как на каком-то космического корабля действительно плюхнуться на Землю. Ты немножко ещё не можешь ориентироваться, как что происходит. И ломали дров в своей социальной жизни, потому что нам казалось, блин, мы же парим, вы все такие вокруг какие-то медленные, какие-то такие недуховные, непросветлённые, а я-то ого-го. И просто очень много дров было наломано в личной жизни, в работе, в карьере, вообще во всём. Многие уходили в невротизм по поводу практики. Казалось, что всё, сейчас практиковать два-три часа в день и всё. И просто ломали себе всю жизнь. Поэтому дошли до своей реализации в учительстве процентов 10, а может быть и меньше. На самом деле я только нескольких, может быть, трёх-четырёх человек вижу по соцсетям и знаю, что как-то состоялись как учителя, как такие здоровые, процветающие, такие счастливые люди. Остальных не видно, просто даже не видно. А кто-то тяжело, тяжело процессы эти проходил, до сих пор проходит. Поэтому наш процесс 11 месяцев, прекрасно, что он идёт онлайн, прекрасно, что вы не вырываетесь из вашего привычного континиума, так скажем, дом, работа, семья, что вы это делаете, учёбу принимаете в своём, воспринимаете, принимаете, потребляете, перевариваете в привычном вам месте, в привычном вам окружении, всё вам привычно. И у вас не происходит вот этого диссонанса, когда из какой-то такой, знаете, среды, какого-то вакуума, да, где все такие духовные веганы, все в белом, все поют мантры с утра до вечера, такие вот все крылышки почти, и нимбы над всеми над головами светятся, да, где-то вот в такой, в экологичной обстановке, а потом вы попадаете в плюх, и опять этот ваш, ваши дети кричащие, муж, мама звонит, ваш начальник, всё, и вас это действительно выбивает, действительно это психологически, энергетически тяжело. А здесь вы всё можете переварить, всё дозировано, вы не отрываетесь, вы не улетаете. Для нас это тоже было проблемой, потому что после недели где-то на этом тренинге, на ретрите, ты настолько улетевший, ты настолько не на земле, трудно было даже за рулём приехать домой, в общем-то, безопасно, это нужно было, мы всегда брали кого-то ещё себе рядом, чтобы как-то вас возвращали нас в пространство здесь и сейчас, чтобы просто не улететь, чтобы замечать, что происходит на улице, на дороге. Вот, поэтому я вас всех поздравляю с тем, что благодаря таким тяжёлым обстоятельствам на земле, да, как ковиду, у нас появилась эта возможность, вот этого зум, мы все стали связаны, связанность мира на самом деле увеличилась, мы все можем практиковать с теми людьми, которыми до всего этого было невозможно, потому что да, у всех была концепция, что это тренинги, это всё вживую, мы все куда-то перемещались, этих людей, с которыми у нас есть честь и благословенная карма учиться, у которых Таран Таран Синхи, Нирверы, они уже все, да, под 80 лет, ну, блин, тяжело. Другая ситуация сейчас политическая, с этим закрытием неба, перелётов и так далее, визы, и всё это, да, без всего, что сейчас происходит, казалось бы, негативного, не было бы всего того же позитивного, вот этого возможности для роста из любой точки мира с великими учителями, которые раньше были недоступны. И плюс у вас появляются друзья из многих-многих стран мира, которыми вы бы тоже никогда бы не встретились, если бы не этот прекрасный случай, счастливый случай онлайн-тренинга учителей. И во многом сейчас отодвиньте, да, выкиньте сознание, что вы идёте учиться на учителя, блин, и опять у вас будет в голове, а туда ли я иду, а смогу ли я учить, и вообще я же так вот, вот это вас начнёт поедать после первого-второго месяца, вы будете задавать много себе вопросов, я говорю, блин, это же, наверное, не моё, забудьте об этом. Первое, для чего вы сюда идёте, это вы идёте за собой, за калибром вашей личности, вы идёте за своим характером, за своим пупочным центром, за способностью достигать, ставить цели и управлять реальностью. Вы идёте за проявленностью, вы идёте за раскрытием горлового центра, для того, чтобы уметь выражать себя, проявлять себя. Вы идёте за своей аджней, за своим шестым центром, за своей шестой чакрой, за третьим глазом, за вашим видением, за вашей интуицией, для того, чтобы вы могли видеть чётко и осознавать, что происходит, а что будет происходить от вашего действия, какие будут последствия. И вы идёте за раскрытием сердца, потому что в сердечный, не раскрыв сердечный центр, нельзя стать ни процветающим, ни счастливым человеком. Вот зачем вы идёте, за собой, за своей жизнью, как человека. И я приветствую всех тех, кто идёт с нами, кто идёт в этот путь. Он нелёгкий, и он не для всех. И на самом деле, как говорилось в Библии, говорится в Библии, много званых, но мало избранных. Миллионы слышат об этом, тысячи слышат об этом. В нашем чате сотни людей. Но приходят единицы, потому что действительно, имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. Не для всех, но все, кто вступят, обретут самое ценное, что можно обрести в нашей жизни — себя. Саддам. 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 Саддам.